Как вы думаете, кто же все-таки круче? Боксер или каратист? Боец ММА или Муай Тай? Хэквандист или Винчуновец? Правильно! Исход каждого конкретного боя зависит от конкретного бойца, а не от единоборства, которое он представляет. Конечно, это не относится к стилю кунг-фу пьяный мастер. Эти ребята всегда вне конкуренции. Привет, звездные мотыльки! С вами проект Муай Тай Сикея, я Варченко Виталий. А в этом видеообзоре мы посмотрим сразу 5 поединков между бойцами Муай Тай и Хэквандо, которые проходили в ринге между топовыми бойцами, а не где-то в подвальных залах между новичками. Итак, приступим. Первый бой состоялся в 1993 году между Чанг Пуэком и Ашкошей. Оба бойца довольно знаменитые и популярные у себя на родине. Это вам не драка в подвальном зале, а реальный поединок в ринге с громкой афишей. Хотелось бы отметить очень важную деталь. Бой проходил по особым правилам каратэ. Были запрещены удары руками в голову и клинч. И я уже не говорю про локти. Ашкошей сделал акцент на удары с разворота. И нужно сказать, что они у него отлично получаются. Да и руками по корпусу он добавляет довольно неплохо. Все-таки черный пояс одел не зря. Чанг Пуэк в свою очередь действует чисто в тайском стиле. Идет вперед, выставляет колено и сразу отвечает киками. Также он очень хорошо смещается от ударов ногами с разворота. После чего отвечает ногой или высекает. На что тэквондист жалуется судье. Конечно, высекания запрещены в тэквондо. Но беда Ашкоши, как и беда всех кикбоксеров тех времен, это неумение защищаться от лоу-киков. Конечно, сейчас все знают, как нужно блокировать лоу-кик. Но тогда это была фишка только тайцев, которая безотказно работала со всеми единоборствами. В этом бою победу по очкам одержал Чанг Пуэк. Переходим ко второму бою, который прошел на турнире K1 Max в 2004 году между бойцом из Англии Людвигом, который представлял тайский бокс, и бойцом из Турции Елмазом, который был представителем тэквондо. Нужно отметить, что несмотря на то, что бойцы представляли определенный стиль единоборств, вы должны понимать, что выходя в ринг на таком уровне по правилам K1, все готовились под конкретное правило. То есть ставили себе боксерские руки и учились защищаться от ног. Поэтому K1 Max был и остается самым зрелищным турниром, в котором сходились лучшие бойцы планеты. С первых секунд боя вы поняли, кто есть кто. Турек хотел классно всадить ногой с разворота, но промазал и нарвался на боковой, который явно почувствовал. Хорошие удары с разворота от тэквондиста, но еще лучше работа коленями от тайца. Людвиг нащупал слабое место Илмаза, это оказался клинч. И это можно понять, в тэквондо его нет. Но в муай-тай это очень важная часть поединка, которая в этом бою стала решающим фактором. Англичанин постоянно сближался и забирал клинч, всаживая жесткие колени. Тем временем турок просто не знал, что делать в такой ситуации и получал очень болезненные и опасные удары. Попытки тэквондиста попасть ударами с разворота ни к чему не приводили, а клинч от тайца работал очень успешно. Но хочется отметить, что мы не видели ни лоу-киков, ни миддл-киков от англичанина, что довольно странно. Он полностью сделал ставку на колени. Отличная вертушка от елмаза, которая доходит до цели, и Людвиг слегка поплыл, но устоял. Под конец турок нащупал тактику. Все время разрывать дистанцию и пробивать ногами, но было слишком поздно. Да и сил не осталось. Победа тайского боксера по очкам. Переходим к третьему бою, который состоялся в 1996 году на турнире по K-1 между тэквондистом Хайами и представителем тайского бокса Мурасаки. Несмотря на то, что оба эти бойца из Японии, они представляли разные направления единоборств, и это понятно даже потому, как они вышли в ринг. Отличное начало от Хайамы, обманные удары ногами доходят до цели, вертушки почти попадают, а удар топором вгоняет Мурасаки в ужас. По началу боя такое впечатление, что тайц совсем зеленый и неопытный. Он излишне суетлив, в то время как тэквондист действует довольно спокойно и уверенно. Но посмотрим, что будет дальше. Вот вам и фокус. Правый прямой долетает до цели, и Хайама с заплетающей ногами падает на канвас, а рефери начинает отсчет. Хотя, честно говоря, мне показалось, что удар был сделан наугад, но такие лаки-панчи в нашем деле не редкость. А теперь начался совсем другой бой. Мурасаки понял, в чем его сила. Начал гоняться за Хайамой, тем самым сокращая дистанцию и не давая тэквондисту играться ногами. А для надежности еще и выставляя колено при сближении и сразу всаживая несколько ударов руками. Конечно, стиль тайца больше похож на базового боксера. Он до сих пор ни разу не сделал ни одного удара ногами. Хотя лоу-кик просился уже не раз. Классный левый хук от Мурасаки отправляет Хайаму в нокаут на последней секунде первого раунда. Вот что значит переломить ход поединка или случайно попасть. Вы как считаете? А мы переходим к четвертому бою, который состоялся в 2004 году в Гонконге между тайцами и японцами. А кто какой стиль представляет, вы догадались. Очень уверенное начало от тайца, который полностью доминирует и разбивает японца по всем этажам. Скорее всего японец представитель олимпийского тэквондо, где нет удара руками в голову. Потому что его защита и полное непонимание, что происходит, говорит именно об этом. Честно говоря, уровень бойцов также несопоставим. Тэквондист вообще не бьет. Только убегает и непонятно защищается, теряясь в пространстве. Тем временем, как боец муай-тай делает, что хочет. Как будто играет с новичком на тренировке. Второй нокдаун и на месте секундантов я бы уже выбросил полотенце. Но нет, товарищи дают возможность японцу достойно упасть в нокаут, получив еще парочку смачных тайских плюшек. Но все-таки тренер смелости велся на тренировке. Тэквондистом и выбросил полотенце. Правильное решение. Но, как по мне, немного запоздало. А мы переходим к заключительному бою, который состоялся в 1993 году на Кейлон Макс между Великим Кааклаем и не менее известным парком. Хочется отметить, что парк намного тяжелее Кааклая. Разница в весе более 40 килограмм. Поэтому такой бой мог пройти только в золотые времена в Японии. Тэквондом мне очень напоминал Валуева в боксе. Как по габаритам и внешности, так и по технике. Но это не отменяло его мощи за счет веса. Ну а кто такой Кааклай, многим из вас известно. Это знаменитый убийца гигантов, при весе в 70 килограмм, который не менее известен на родине своим мастерством муай-тай. А у нас тем временем в ринге идет настоящая война. Парк, несмотря на свои габариты, наносит довольно быстрые удары как ногами, что неудивительно, учитывая его черный пояс по тэквондо, так и руками, которые за счет длины находят голову Кааклая. В свою очередь, Таец пока не может подобраться к более габаритному японцу и старается ловить его лоу-киками. И это получается. Количество лоу-киков, которые прилетели парку от Кааклая, начинает переходить в качество. И японец это чувствует, ощущая все большую боль с каждым попаданием. После трех раундов войны судьи дали ничью и дополнительный раунд, который решит исход боя. Четвертый раунд показал, что выносливость Кааклая на голову выше, чем у парка, хоть сам он на голову ниже. Постоянные комбинации с заключительным лоу-киком набирают очки, в то время как парк уже практически не бьет. Судьи логично отдают победу Кааклаю. Что вы думаете про эти противостояния? Пишите в комменты. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят на эти баталии. А если вы хотите также рубиться в ринге и на улице, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует...